Сам я тоже мало скрывал, то что моя система состоит из трех незамысловатых катушек, которые мотаются обязательно многожильным проводом медным и обязательно в толстенной изоляции, и если я эту толщину изоляции вдруг бы уменьшил, то вы бы не увидели того, что я вам уже показал. И это весьма важный момент. Как видно в фильмах, основной катушкой моей есть та, что нижняя с колечком незамкнутым наверху, и этот верх и осуществляет тягу. Всего внешнего, что есть вокруг, и это можно именовать, как вам вздумается. Затем идет съемная катушка, как и завещал Тесла Бифилярная, точно такого же. Провода, и сечение, и все той же толстючей изоляции. Потом третья катушка, и... Обычно она белая и толстая, от того, что она мотана 50-омным кабелем. Третья катушенция осуществляет же обратную связь со схемой той, что в коробке. Если ее не применять ТОО, рано или поздно, выходная катушка попалит нагрузку. Можно, конечно же, обходиться и без нее, но однако это выльется в себе дороже. Если, и когда, у меня алюминиевые две фольги стоят ТОО, это несомненно является конденсатором, но не простым, как обычно. Этот конденсатор, еще и является собой. В одну и ту же Харю разрядник. Разрядник тоже не прост, и он разряжается при превышении 3000 вольт, и опять же, не того простого тупого напряжения, а именно высокочастотного. И, это напряжение, высоковольтно-высокочастотное. Является у меня накачкой данного кондера-разрядника. Первая катушка, назовем, ее опять-таки тислою, и которая с колечком, обязана возбуждаться тоже. На высокой частоте, и никак не ниже, 3,5 МГц, а иначе она будет. Боятся близлежащих предметов, и на нее пойдет влияние моих рук. Конденсатор-разрядник, вдобавок ко всему, еще и модулируется частотой, в 50 Гц. И благодаря такой модуляции, на выходе моего бифиляра, я преспокойно получаю выходную частоту, до 180 Гц, что тоже весьма не есть. Как бы и плохо. Крона в питании, может мною как подзаряжаться, а может и нет. Ну вот как бы и, все в общих чертах я вам порассказал.